Сегодня во всем мире отмечается Международный День Инвалидов. В Караганде эту дату решили посвятить детям с особыми потребностями. О конкурсах и подарках для тех, кому так важно наше внимание, и не только в этот день, расскажет Алия Сыздыкова. Все сегодня мы пришли, и порадовать мы рады вас. Вы поверить нам должны. Многодетная семья Захаровых, как пример для многих, у кого подрастают дети с особенными потребностями. Десятилетняя Настя, вопреки всем прогнозам докторов, сегодня вышла на сцену, чтобы станцевать. Мама девочки уверяет, секрет прост. Настя растет в любящей семье. У нас Настюша родилась, нам сказали, она даже ходить не будет. На данный момент она у нас не то что ходит, она у нас бегает, прыгает. И у нее задержка речевого развития, но если она раньше не говорила вообще абсолютно, то, ну, занимаясь с ней, то есть, ну, она сейчас не то что там повторяет что-то, она уже предложения какие-то складывает. В Караганде сегодня выбирают самую дружную семью из числа таких родителей. Организаторы считают, в деле выхаживания детей с букетами самых сложных диагнозов семья играет решающую роль. Если же к делу подключаются и специалисты, то успех порой обеспечен. К нам приходит очень много детей после кохлеарной имплантации, неговорящих. Если этот ребенок у нас получает комплексную помощь, мы всегда добиваемся позитивной динамики. И, естественно, формируется речь, формируются навыки нормального социализированного поведения. Этот центр – главный подарок сегодня всем особенным детям целого региона. Комплексная коррекция и реабилитация детей по самым современным методикам стала возможной при участии частных благотворителей и местной власти. Здесь будут помогать и детям-аутистам. Ежегодно центр сможет обслуживать около 100 пациентов, тогда как число детей-инвалидов области составляет 11 тысяч. Но сегодня, в этот особенный день, местные власти пообещали, что подобных центров будет еще больше. Алия Сыздыкова, Василий Савкин, Саид Исмаилов, Караганда.